Буйневич Андрей Сергеевич представляется на вакантную должность генерального директора «Интеграла». В настоящее время замминистра промышленности. Сам идёшь? Да. Или прогнали? Нет, особенно. Производство специфическое? Тема мне знакома, являюсь председателем наблюдательного совета данного общества, плюс как заместитель министра куриру данного отрасли. Самая тяжёлая, проблемная, но крайне востребованная сфера. Вот в последнем переговоре президент России сказал, мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники. Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолёты, ни ракеты, высокоточное оружие не работает. Ну ничего не работает. И слава Богу, что мы сохранили это производство. Поэтому, Андрей Сергеевич, я не сразу сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс этот. Там надо прорыв, капитальный прорыв. И в эту сферу и россияне мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части, белорусско-российский, постсоветский. Да и купят, если будет продукция хорошая, купят везде. Но конкуренты при этом у нас бешеные. Слава Богу, что они ушли с нашего рынка. Значит, мы будем востребованы. Поэтому с Россией вместе надо заниматься этим направлением. Тоже не сладко будет. Химволокно. Хотелось бы, чтобы ты уже с сегодняшнего дня начал там добавлять. Да, ну мы не сказать, что мы его упустили. Просто надеялись мы излишне, наверное, что там нынешний директор, там и так далее, не бывший его, как назвать, Петр, поправит дело. Но по разным причинам, в том числе объективным, не все получилось. Поэтому мы от тебя тоже ждем там, ну не революции, но очень серьезных сдвигов. Надо приревизировать те проекты, по которым мы определялись на химволокно. Посмотреть, что реализуемо, что нет. А может, в нынешних условиях где-то немножко и... Да, ускорить этот процесс, если эти проекты подходящие. Но химволокно для Могилева ты знаешь, что это очень важное предприятие. Не мне тебе говорить, ты работал, знаешь.